ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примеры безалаберного отношения коммунальщиков к своей работе прямо сейчас. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улица Центральная 5. За состоянием придомовой территории никто не следит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дворника нет у нас. И уже лет 10 не было дворника у нас. И вот такое безобразие у нас творится. Надоело уже. К подъезду не подойдешь даже. Лед, крыша падает, снег, все это. Ты по башке получишь. У нас бабушки ходят старенькие, 70 лет. Невозможно в магазин даже выйти. Это уже сколько лет у нас не чистится. Вообще дворник, наверное, существует. А официально-то есть такая должность. Но ее, видите, уже сколько лет не существует. И вот мы ходим, мучаемся. Вот почистят нам трактор. Кто машину сюда ставит, пригонят, для себя почистят. Вот мы ходим по этой тропинке иногда. А так по снегу лазим. Снег, если прошел, то все. А будет дворник, и будет здесь порядок. Потому что человек какой-то получает зарплату, а работы не делает. Пока я был дворником. Вот был дворник. Вы не представляете, что здесь было. Чистота, идеальный порядок. И никогда снега вот этого безобразия не было. А что вы сказали? Придут, придут. А за что мы платим? За квартиру мы платим. Каждый месяц мы платим. У нас все квитанции есть. За любой месяц. У нас никакие движения нет. Вот обратитесь к вам, помогите нам, пожалуйста. Улица Свободы, 177. По словам жителей, из года в год весной внутриквартальная дорога превращается в озеро. Каждый год, из года в год повторяется. Как только таять начинает, все разливается. Заливает, как сказать, и дорогу, и пешеходная она в то же время. Школьники по ней идут в школу. Вот под крышами ходим. Ребенок у меня старший ходит в школу. Ужасно просто объясняешь, как ему перейти дорогу, чтобы пройти. Вообще невозможно. Страх. Будет таять, это будет вообще катастрофа, если ничего не делать. Это просто ужас будет. Здесь со всех сторон выйдешь, не знаешь. Сейчас ты не знаешь, где обойти. А потом будет вообще еще хуже. Дети, я не знаю, как они будут. Наверное, их надо будет переносить. Метров 50 размер, наверное. На всю ширину дороги. Да. От одного, я говорю, дома, до другого дома. Это вообще кошмар. Во-первых, наверное, надо убрать вот эти вот кучи, чтобы они быстрее все это растаяло, разбросать. И что-то надо, я не знаю, как вам сказать, надо сделать так, чтобы именно вода уходила. Или откачать действительно. Что-то нужно предпринять. Ну как так? Я не знаю, мы тоже не знаем, выходим и не знаем, куда идти. Первым делом мы смотрим, куда, в какую сторону. Прям бинокль надо. Разливается так, что даже машины боятся в нее заехать. Мамы с колясками идут. Опять же, все по ней. Пройти невозможно. Школьники по колено в этой луже. Дети из школы шли. Мальчики играли. Мальчик упал в лужу. Вот так. Потом чистили у нас зимой. Есть такой желоб вдоль гаражей, по которому вода все-таки как-то уходила. Все это завалили. Гора огромная. Это все стоит. Это все стоит. Будет таять. Эта лужа будет шириться, как озеро будет. Машины вообще проехать не смогут. Парковаться не могут. И дети в этой луже все, куда деваться, все идут через нее, через эту лужу. И пешеходная, и автомобильная. Нету другого варианта. Обойти тоже никак. Все везде. Снег и лужи. Поэтому как-нибудь бы принять меры. Почистить снег, вывести. Воду откачать. Обращались. Обращались. В ЖЭУ неоднократно обращались. Я сама звонила в администрацию Кировского района. Недавно. Совсем. Это было буквально дня 4 назад. Не появлялся. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин